На кочках цветочки А дача-то дача, и нету него Убил, но часток заброшенный Доплелся с польсиною ношенью И вот посреди барафла своего Стоит он в тельняшечке ношенной Ах, Евгений Иванович, полосочку Ох, дождь, тиберская борода Держит левую детскую сосочку Держит правой орудие труда Евгений Иванович, морская душа И дочка его, морешанечка Душою морскую в попальничку Расписывать всем, как она хороша Часами он может за чайничком Но не до чай, мырнется скорее Докончить на место ремычки А то ведь беда с электричками Ведь спать, как хозяин, без стен и дверей На голой земле без привычки мне Залезает он в спальничек спаренный Каждый вечер себе говоря А ничего перетерпит, ни бар и пол Будем греться пока изнутря Коррежет и гнев его радикулей Прохладной майской ноченькой Но строй, не строй, да прочненько А дачи все нет, а мотор барахли Плевать не свеже, а доченьки Я знаю, дача будет Я знаю, задут свесть Способны наши люди Не спать, а не пить, не есть Таскать кирпулич под вышкой Вверх удаться в долгах Чтоб свить гнездо детишкам Учетом в долгах Долбая по пальцам торопимся Мой хозяйства Евгении Ивановичева Навесом укрыти помолчу Чтоб больше Евгении Ивановичу Не оборачивать лёгкою ночью Недоговаривая фраза Вдруг благодарно замолчать Быть понятым Друзьями сразу Глазам сочувствия встречать И благодарно замолчать Недоговаривая фраза Судом друзей не будет встречи Наш самый безрассудный шаг С чужими часто Всё не так Закон непонимания вечен Но даже наш неверный шаг Судом друзей не будет встречи Судом друзей не будет встречи Судом друзей не будет встречи Женщик Что благодарно замолчать В глазах друзей себя читая На полусловие замолчать, В глазах друзей себя читая, Вдруг благодарно замолчать. Еще осталось метро двадцать, Я от вам не весь горю, Ох, не смогу я удержаться, Возьму и смею за колдами. Позвольте, здравствуйте, я Петя, Скажу я в грудь себя не я, Она мне может не ответит, А может скажет Зульфия, А может скажет Зульфия. И я от радости умения Еще чего-нибудь скажу, И вместе с нее по аллеям Я до рассвета прображу, И стрелю первым от трамвая Все станет просто и легко, И за шучу я за Мираляву Люблю тебя я, Сулейко, Люблю тебя я, Сулейко, Люблю тебя я, Сулейко. Как руки полна модолея, Мы с ним рассажали вдвоем, И я гордил бы, эх, ну перья, Все-таки славно мы живем. Сидели мы у самовара, И с калачаней пили чай, Сыноку у Доня, дочка Клара, А также дружка Гюнчатая, А также дружка Гюнчатая, Осталось только поравняться На эти последние шаги. Ну вот и все, прощайте, братцы, О, Боже, правый, помоги. Глаза костей у ватной столи, Тоской мне сердце обожгли. А как тут ладно помечтали, Прощай, красотка, Натали. 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 И порой, ведь девушкам Наши мечты. Давно уже, за восемнадцать, Игра в Монте-Кристо уже. Не самые любимые герои, Уж мы их давным уж не те. Хоть хочется верить, что те же Смешно ведь с таким же матом Гулять в мушкетерском плаще И старым стихам про любовь Мы верим все реже и реже А новых стихов про любовь Уже ничего вообще Надел шевалет-ртанья Кипченочку модного кроя На шляпу с гусиным пером Стыдливо засунул в нужнику И хочешь, не хочешь, но факт Слушанные иные герои Глядя на тебя со страниц Твоих сберегательных книг Дорогие друзья Все в том же везде известно заранее Сначала мы все ого-го А после весьма и весьма И нам остается одно Залещено в скрипучем диване И дрыхнет прикрывшим глазами Любимым Романом Дюма Следующая песня тоже совершенно документальная Все ее действующие Оба ее действующие лица Действительно существовали на первом свете После чего Поженилисты Разлетались росты Мотыльки Из-под каждого нашего шага Через праздник сезона июль Изумрудный костер раздувал Мы хотели дойти до реки Отошли лишь до пробки оврага И на самом-на самом краю Мы устроили первый привал Мы устроили первый привал Ах, как время бесшумно текло На краю земляничной поляны Что в июне успев отсвести Вдруг укуталось сладким ковром Мы хотели собрать полкило А собрали это вас под стакан Да и те на обратном пути Растеряли в овраге сыром Растеряли в овраге сыром И стропинки прямой, как копьё Мы свернули в открытое лето Мотыльки разлетались в пустынь Слышать дерзкие наши шаги Мы стихи сочиняли вдвоём Но сложить не смогли и куплея Видно, головы были пустынь Или заняты были другие Или заняты были другие Видно, было больше лопущих Заплутали в просторах великих И вернулись в советной прямой Испугавшись блуждать до зари Мы отправились счастье искать А нашли только горсть земляники Да и тут по дороге домой Всю просыпали, чёрт побери Всю просыпали, чёрт побери В эту мелкую серую дождь В эту мерзкую погоду Очень хочется забраться На какой-нибудь чердак И лежать, смотреть в окошко На струящуюся воду И мечтать, как было б славно Если б было всё не так И своей нелепой жизнью Сочиняя, оправдая Поливать себя презренью Но не очень о любя Размышлять по ходу дела О проблемах миростая И жалеть по всей программе И непутёво себя И непутёво себя Без толком, папа Не способного включить автостоп И как опыт показал Не готова нам К мироломству этих женских носок Но к концу подходит время Отведённое на слёзы И несчастные любови Исчезают злом на дым Рассказав, как будет солнце И уйдут на запад грозы И я вновь, как конь фанерный Поскочу в дырды, дырды Так что если есть потребность Утопиться, удушиться Этот мелкий серый дождик Просто божья благодать Ведь в хорошую погоду На такое не решиться И уж вовсе невозможно Волнаться на прокате И непутёво себя Без толком, папа Не способного включить На автостоп И как опыт показал Не готова нам К легкомысленности женских людей И как опыт показал Не готова нам К легкомысленности женских людей К легкомысленности женских людей И как опыт показал К легкомысленности женских людей К легкомысленности женских людей Ваш городок не обойди за полчаса Я в нём не больше, чем турист Я уйду, как пришёл Я больше никогда не попадусь В туристы мою сеть и зубочек кривых Попавших близким океаном Будет гудок, в порту стихают голоса Прожектор гаснет на пороне большом, прибольшом Нет, нет, мне не туда, мне вот сюда Тандемы или сад вложен, дайте мне меню Мне через час в другие страны Косматый грех мне церемонно поднесёт Какой-то свой деликатес и бутылку вина Я съел деликатес, напьюсь вина И больше никогда сюда не возвращись Хотя всё было очень славно Прощай навек, я сохраню на память счёт Ведь в нём завышенной чуть-чуть оказалась цена Но это всё не в счёт, ведь всё пройдёт Забудется и грех, и ужин, и вино А сумма счёт, и пота Ваш королок гулял три ночи напролёт И тот, кто в нём не заплутал Тот большой молодец А я не молодец, я заплутал И вот теперь пытаюсь выбраться назад И потому напился пьяным Но вот и всё Пора садиться в самолёт Пора закончить этот балл одиноких сердец И больше никогда не попадать В талинственную сеть из удочек кривых Пропавших близким океаном Скажите мне, куда всегда спешит вода И можно ли за хвост поймать Тот мелкий ручьё Что может без труда Кулички твои сломать Ты помнишь, как тебя Весенний первый гром Игрушки заставлял бросать И мчаться босиком С овочком и с ведром Кулички свои спасать Вот бы нам слава Если бы смогли Остановить поток неукротимый Твои валы из глины и земли Твои запруды Твои плотины Но вновь верну Все хитрости твои Идут не впрок И пропадают даром Ведь будучи запружены Ручьи, мой друг Умеют превращаться в неогары Ведь будучи запружены Ручьи, мой друг Умеют превращаться в неогары И что-либо спасать от водяной стены Теперь уже мартышкин друг И налетевший шквал Забрызгал все штаны Ошметками твоих запрут И жизнь так коротка И вечность так близка И не хватает слов в строке И ты, как идиот Стоишь с ведром песка И в маленьким взорком руке И пусть насквозь промок сухой паёк Он ни к чему На праздничном банкете Забудь, мой друг Все игры в ручеёк Нам не по рангу Забавы эти И пусть опять Не задался стишок И пусть твердят Что гусь свинье не пора Не плачь, поверь Всё будет хорошо, мой друг Пока не пересохнет неогара Не плачь, поверь Всё будет хорошо, мой друг Пока не пересохнет неогара Субтитры сделал DimaTorzok Ну вот и всё Пора считать цепля И вызывать И вспомнить картины Тех дивных дней Тех дивных дней Когда прощальный взгляд Взрывался пруды Крушил плотины И размышлять Чертя карандашом Поверх строки Аккорды для гитары О том, как всё бы было хорошо Мой друг Когда б не пересохла неогара О том, как всё бы было хорошо Мой друг Когда б не пересохла неогара Здесь кто-нибудь знает итальянский? Отлично, можно смело петь дальше Следующая песня переведена мной с итальянского языка, которого я не в зуб ногой Но когда я её услышал Я понял, что так не бывает Просто не может быть Эта песня должна звучать по-русски Я услышал её где-то по телевизору Шло кино Я в фильме В американском фильме В качестве закадровой музыки Услышал эту песню Думаю, не может быть Не может быть, что в двадцать первом веке Можно было сочинить Абсолютно гениальную песню на трёх аккордах Вот на трёх, реально Потом наступил, правда, припев Там оказался ещё два с половиной аккорда То есть всё там пять-шесть, не больше Это не умаляет гениальность этой песни И автора Имя которого я нашёл Немедленно Стал его абсолютным фанатом Знаю всё, что он сочинил в жизни Выдающийся итальянский Барт 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 Шансанье Пианист Музыкант Актёр Паоло Конте Ему семьдесят семь лет В прошлом году В прошлом летом я ездил Уже позапрошлом году я ездил К нему на концерт В Вену Это Нечто Семьдесят шесть лет Я понял, что возраст Это выдумки Возраста не существует Это люди придумали, чтобы получать пенсию Других причин для того, чтобы Считать, сколько раз Что-то там облетело вокруг чего-то За время твоей жизни Нет Он свеж Блистателен Ярок Великолепен У него по-прежнему великолепные Блестящие мелодии В нём есть, знаете, что-то удивительное Некая внеязыковая мудрость Которая Перехрёстывает через рамку И ты начинаешь понимать Что он говорит и что он делает Вне зависимости от того Понимаешь ты язык или не понимаешь В моём случае не понимаешь Я услышал вот эту песню Потом я выяснил, кстати, что Одну песню вы его все знаете С этой песни лет сорок назад Челентано стал страшно популярен Знаменитая песня Адзура Это тоже Павло Конте Ей уже много лет И никто не знает, что это он Витальянцы-то знают Это мы не знаем Мы все думаем, что это Челентано А вот эта песня просто меня поразила Я решил перевести её на русский Тем более, что припев у неё был по-английски Перевести было легче Я попросил людей, чтобы мне сделали Построчник итальянский И вот что получилось Но это не вполне перевод Это скорее такая попытка Создать Русскоязычную версию Вот этой удивительной песни С этим удивительным верлибром Которым пользуется Павло Конте Когда для него не имеет значения Сколько В строке Слогов Слов Ритм Рифмов Рифм Ритмов Ритм Размеров ударений Виа конме Что, как мне сказали люди, знающие итальянский В переводе означает Прочь отсюда Скорее вместе со мной Я решил, что по-русски это слишком длинно Для названия По-русски песня просто называется Павло Конте Вместе 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 Взять и убежать Разве Разве удержать тебя сумеем Эта синева фиала Разве, разве Мир бы не был сиржан Если б не музыка То единственное, что смысл имеет Не взбыточен Не взбыточен Не взбыточен Не взбыточен Мой сладкий сон Не взбыточен Не взбыточен Вновь и вновь Вновь и вновь Он снится мне Вместе 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 Света, глаза рукой прикрыв, ныряя, Разный, праздник, так уж много мы теряем, Ведь финал у пьесы этой Не повторяется никогда. Несбыточен, несбыточен, Несбыточен мой сладкий сон, Несбыточен, несбыточен, Но вновь и вновь он снится мне. Вместе, вместе, сядь и убежать, Разве мне так много надо? Где-то у края рая, Просто, просто находиться рядом, Медленно дотла сгорая, Тебя едва касаясь взглядом, Несбыточен, несбыточен, Несбыточен мой сладкий сон, Несбыточен, несбыточен, Но вновь и вновь он снится мне. Вместе, вместе, вместе. По отрывaan здесь. Вместе, вместе. Вместе, вместе, вместе. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Как ее вообще может сочинить человеческое существо? Мне не укладывается в голове. Мне кажется, что ее никто не сочинял. Это ее солнечным ветром надуло этим удивительным ребятам в середине прошлого века в Бразилии, когда в 1958 году в Бразилии появился новый музыкальный жанр. Босса Нова. Я не знаю, как вы относитесь к этому жанру, я его обожаю. Несколько лет назад мы с Ирой Бугушевской сделали очень красивый проект, который назывался «Утро карнавала». Мы перевели на русский полтора десятка песен Антонио Карлоса Жабима и его друзей, поэтов Венеции Уши Дамарайши, Ньютона Медонса и других, которые заложили основу этого жанра, босса Нова. Музыка эта прекрасная, вы ее все прекрасно знаете, она очень известна, но вы не знаете, про что она, потому что вы ее слышали, ну в лучшем случае, по-английски. Португальский в качестве второго языка еще менее распространен в нашей стране все-таки, чем итальянский, поэтому я думаю, что маловероятно, что вы ее поняли по-португальски. Она английский переведена неправильно, совершенно неправильно. Мы переводили напрямую с португальского, которого я не знаю, как выводиться. Но мы нашли людей, которые хорошо знали португальский, которые сделали нам очень точные подстрочники, и мы были абсолютно потрясены этой тонкой, точной, изумительной, филигранной поэзией на грани фонетической игры, которая складывается в тексты песен Антонио Карлоса Жабима, тексты песен этого жанра, босса Нова. Представьте себе, солнце, море, пляж. На пляже сидят за столиком. Композитор Антонио Карлос Жабим, его друг, поэт Винницио Ждамарайш, они смотрят вдаль и видят следующее. Легенда гласит, что так оно и было. Они смотрели вдаль и каждый день видели одно и то же. Вдоль по тропинке прибрежной, над кручей, отвесной, легка и прелестна, почти бестелесна, походкой небесной проходит она. Столь гадсиозно, пленительно и несравненно, Что каждый готов угодить в этот плен, Но она неизменно проходит одна. И, словно громом на месте, Вновь поражен наповал я Той красотой в каждом жесте, Что в мечтах лишь своих рисовал я. О, почему мы не вместе? Ах, зачем я несчастный, не там рядом с нею, Когда океанского солнца яснее над миром копея Восходит она, восходит она. И, растворяясь в сиесте, Вновь я любуюсь украдкой Той красотой в каждом жесте, Что терзает мой разум загадкой. О, почему мы не вместе? О, почему, словно две нерифмованных строчки, Стремясь обойти запятые и точки, Мы по одиночке по жизни идем. Идем мы, идем мы, идем мы, идем мы, идем мы, идем мы. Попугая встреча, Старый боссман сними, Я к тебе заглянул На минуту-другую, Я сопливый матрос И едва за шторми Под коленками душ Удержать не могу я Я не то, что боюсь Просто же я не привык Хоть в мои-то года Быть парам капитаном Я хочу все уметь Расскажи мне, старик Как быть добрым, большим Мудрым и постоянным Приоткрой мне, старик Тайны древних морей Ты ведь знаю найдешь Чем со мной поделиться Ты ведь знаешь язык Рыб и птиц и зверей Ты ж сумел научить Говорить свою птицу Научишь в кабаках Ром хлистать из горла Научишь соблазнять Длинноногих красоток Жить, чтоб, как у тебя Жить под ложечкой шкала Чтоб пожилом неслось Сумасшедшее что-то А еще объясни Как тайфун обогнуть Как не падать за борт В штормы так же, как в стиле Объясни, как мне путь Чтобы не утонуть Расскажи-ка мне жить Чтобы не утопили Ты ж объездил весь мир Что ж ты, босс, помолчишь Что же птица твоя В даль глядит, не мигая Ведь нам было, смотри, прав Жить нельзя научить Можно лишь научить Говорить попугами Нам по шкуре чужого Не понять ничего Мы на шкуре своей Все испробуем вскоре Неужели ж нам в штиле Грек под солнцем живут Не затем мы идем В беспокойное море Я уж как-нибудь сам Жизнь искну, изучить Можно ботсманом стать Бурь и грозы сбегая Так что ты уж молч Старый ботсман молчит И скажи помолчать Своему попугаю Еще одна песня В двух записках повторяется Я ее, с вашего позволения, спою Это посвящение нашему старому автомобилю Марки ВАЗ-2108 Не буду ничего рассказывать Просто спою эту песню Которую уже много лет Автомобиль служил нам мирой и правдой Никогда не ломался За исключением описанного случая Мы пойдем с тобой сегодня И на ленинские горы И на выставку поделок Из некрашенных корней Мы пойдем и купим крышку Бесконтактного трамблера Потому что сто процентов Чтоб все дело было в ней А я капотку нашей туси Осторожно приоткрою И стартером постартую И подсосом подсосу И на правильное место Крышку витьком пристрою И проделаю контрольный Тюк ногой по колесу А на утро в воскресенье Ты увидишь, что напрасно Выражала в адрес туси Ты сомнения свои И откроется пред нами Мир огромный и прекрасный Совершенно безопасный До ближайшего ГАИ А мы поедем Мы молчимся С жестерым неровным стуком Ты щебой к плечу прижмешься И нашепчешь мне маршрут И плантинка у дороги загрустит А пусть другу Справедливо догадавшись Что ее не подберут Не пытайтесь в понедельник Нас спросить неосторожно Где мы были в воскресенье И зачем в машине трос И покроет нашу тайну Наш надежный, безнадежный Восьмилетний, жигулевский Мерседет Ик-шестисос Где мы были, вам не скажет Ни резина, ни прибора Да и мы вам не покажем Что мы делали вчера Для того и существуют Бесконтактные трамблеры Чтоб никто не догадался Между чем и чем искра Следующие песни звучат в названии Двух музыкальных инструментов Кварнета и трубы Все говорят О, кварнета и труба Эдит объехал В нашем доме приселился Замечательный сосед Наше поколение помнит эту песню Нет, друзья Это не те кларнеты и труба На которых играл замечательный сосед И с песней Едины Станислава Это те кларнеты и труба Которые, помните, у Акуджавы Кларнета пробита, труба понятна Мне захотелось, чтобы вот эти кларнеты и труба Заиграли мы снова Просыпайся, душа, поднимайся Хватит спать, словно слышь на столбе Поднимайся, душа, принимайся На тварнете игра на цветрубе И в пучине страшно пытаться И ля фон, как и прежде, шуршет Ведь приходит пора пробуждаться Даже очень уснувшей душей Потому что она, потому что она Обормотный век и не случайно дана Ведь когда в небесах делать начали нас Ведь тебя кто-то именно эту припас И назад ее примут едва ли До того, как наступит пора А попытки ее потихоньку продать Не доводят, увы, да добра Нас порою волною смывает И швыряет туда и сюда И она не на месте бывает Даже в пятках дрожа иногда Но потом прибегает обратно Не давая тебе наступать Ты лишь вовремя и аккуратно Но давай ей команду не спать Потому что она, потому что она У тебя обормота всего лишь одна Это орган не парный и как ни крути Адекватной замены ему не найти То не веке бушует напором То не с горма бежали ручи Это снова и снова кларнет и труба Подают подзывные свои Подают подзывные свои Потому что она, потому что она Что она, у тебя обормота всего лишь одна Это орган не парный и как ни крути Адекватной замены ему не найти То не ветер бушует напором То не с горма лежали ручьи Это снова и снова кларнет и труба Подают подзывные свои Подают подзывные свои Как хорошо И на опасном вираже благополучно в землю не лоткнуться, Хотя, казалось бы, уже пилоту в небе море по колено, Не удержать его ничем. Готов летать пилот в четыре сены, хотя, казалось бы, Зачем я в чисто болен эту пудру лениво, Грудным витом, витом хвостом, и заволнуется встревоженное дниво под ветерком. Зелет машина, прочихавшимся мотором, уйдет земля из-под нее, И обоплется небесный простой крыло моё, крыло моё. И лучше рот под рукой лепится, всегда не там, где жил вчера. Он не спешит с семьёй обзаводиться, хотя, казалось бы, пора. И при нехватке денежных ресурсов не растеряется пилот. Он не совьётся с правильного курса, хотя, казалось бы, пора. И очистая планы будут лениво, Грудным витом, витом хвостом, и заволнуется встревоженное дниво. Ну а потом, ну а потом, ну а потом, ну а потом, Забьются какие очевидшие затрагу, и расцветится вороньё, И всю планету поразит своим размахом. Крыло моё, крыло моё, крыло моё, А под крыло новая земля, а под землёй руда. А из руды моя страна даёт металл, Чтоб в самолёте я летал, Поёт металл вокруг леса, Вокруг поля моя земля, Моя красава моё живёт, А над землёй могучее крыло моё, А над землёй, а над землёй, Ой, могучее крыло моё, Крыло моё, крыло моё, Крыло моё, крыло моё. У нас были предложения о возрождении Норд-Оста из Германии, У нас были предложения о возрождении Норд-Оста в Южной Корее, У нас были предложения вполне серьёзные о возможности работы в Китае, У нас были предложения о работе, Ну, обсуждалась в прошлом году, Возможность постановки Норд-Оста на Бродвее. Все эти варианты возможны, Они возможны, Но хочется для своих, А с этим здесь не получится, Пока тут кое-что не изменится. Не важно, изменится так. Несколько песен с диско... 19... 19... 19... 19... 19... 2012 года, Который называется «Самые лучшие в мире». Я прям подряд так спою. Представьте себе, что вы сидите и слушаете диск, Тем более, что записано почти под одну гитару. Я не устаю шутить на эту тему просто. Наука идёт вперёд. Раньше гитару раз-раз-раз-раз-раз и настроил, А теперь ушки. Другие становятся. Официальные данные. С годами слух меняется, В том числе и музыкальный. Вообще, перестают люди после 26 лет Перестают слушать высокие частоты. А настраивать гитару стало затруднее и труднее. К счастью, придуман специальный прибор. Дорогая же струна. Специальная стрелочка красная показывает, В какую сторону. Крутить какой колокольчик. Проблема только одна. Что зрение с годами… Тоже, острее не становится. Надо делать очки, чтобы настроить гитару. Нонсенс. Я никуда не спешу. Я стихов не пишу. Не собрать бы слова воедино. Что… Хоть себе самому… Объяснить, почему… Замыкаясь, искать провода… Я… Не пойму ничего… Из себя самого… Я удержу. Он всё впереди… Но… Я… Не забуду тебя… Никогда… 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 Я… Не забуду тебя… Никогда… 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 Мир… Удивительно… Он описан давно… Мудрецами иных поколений я Их немало читал и счастливее стал И хранил свой тепло под стеклом Но назначений иных Неподвластных повседневных вещей И явления не дано описать Ни при помощи слов, ни числом Вновь в лабиринтах наук Непредвиденный крюк Совершу на гранит, натыкаясь вновь И мечту мудрецов, и в конце-то концов Подолели уши мель и пуму Но почему иногда Ни с того, ни с сего Так искр провода Замыгаясь я Очевидно уже Никогда, никогда Не пойму Я Никуда не спешу Я рукой не машу Я к разлукам привык И к утра там вновь Улетит самолет Пароход уплывет И года потекут Как вода Но С мудрецанью разрез Всем наукам назло Вопреки всем МЦ квадратам Я Не забуду тебя Никогда, никогда Никогда Я Не забуду тебя Никогда, никогда 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 Она зубной подобна боли И беспощадна, как клинок Она меня лишает воли И как смерч сбивает с ног Она мне сердце рвет на части Подобно Словному врагу И Выносить Ее Все власти Я Больше Не могу Монах Монах бродячий мне поведал Заслышав про мою беду Что жит аптекарь из столеда Чернокнижник и колдун На стойкой На стойкой Макови Цикуды Заставив Мозг В тремоту Впасть И Сердце Может За минуту Щипцами Вырвать Страсть И День И Ночь По Диким Тропам Свою Беспомощь Несть Крыня Я Буду Бешаным Голом До Таря Догнать Коня И Воплет Шаулюхи Бару Була Руси Крикну Набегу Горо Щипцы Мошенник Старый Я Больше Не Могу Но Прежде Чем Тревожить Раны Груди Моей Полупустой Ты Знай Старик Я пить не стану Твой Спасительный Настой Ры По-живому Дергай Разом И У меня Забыться Не позволь Чтоб Жить Остаться Я Обязан Запомнить Эту боль Чтоб Жить Остаться Я Обязан Запомнить Эту боль А сейчас Я вам Песню Которая Появилась Два с небольшим Года назад 2013 году Это была Зима 2013 года Такая суровая Суровая Зима 2013 года Март Если кто помнит Март 2013 году Это была самая настоящая зима Февраль он не Февраль он не кончался Шоу 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 Двадцать восьмой Двадцать девятый Тридцатый Тридцатый Февраль Песня Которую Вы сейчас услышите Написана Приблизительно 48 февраля 2013 года Когда зима Встала Уже Вот здесь Всем В печенках Захотелось Чего-то Такого Важношевляющего Развышенного Что-бы Подняло Над землей Отрывало Облагородило Как-то Показало Какие-то перспективы. Так появилась песня, которая называется «Все пропало». Представляю ее вашему мэру. Все пропало. Похоже, что рой на земле не наступит. То случится война, то спалят суховей, поля. Катаклизмы в природе с людским скудоумием вкупе не оставили шанса несчастной планете Земля. Птицы мечутся с юга на север, бессмысленной стаей. Но похоже, что сминут во мраке грядущих веков. Белый куйвол, синий орел и форель золотая. Вместе с множеством прочих полезных и добрых зверьков. Стадо горных козлов окончательно всех забодало. Все бессмыслей, ни песни, все хуже. Плохое кино. Самых светлых надежд человечество оно не оправдало. И исчезнуть теперь за ненужностью обречено. В общем, дело дошло до последней ступени маразма. И логично бы было обматывать шею пеньком. И отчего же суровой реальности не сообразно. Я, как Гена в мультфильме, все время веселый такой. Мне не стражан ни горный козел, ни лятежный повстанец, Ни взбесившийся климат, страну погрузившую в Уругу. Мне не нужен ваш цирк Дюсалей, покажите мне палец. Вы постигнете смысл выражения, оружию не могу. Я не псих, у меня лишь чуть-чуть что-то где-то замкнулось. И стремительно навык уехала, треснув по шуму. С той секунды, как ты оглянулась и мне улыбнулась, Чтоб я понял, зачем на земле этой мрачной живу. Чтоб я понял, зачем на земле этой мрачной живу. Чтоб я понял, чем на земле этой мрачной живы. И на дуретший яд весны Творник Степан, Дерзкая неплой мусор в погоне крошь. И словно ночной ковболе из-за углов иду я, Вступая на лужи и сложит оружие непобедимая зима. И вдруг отцов этой весны Небо не боит, Что-то вон не произойдет внутри. И оттолкнувшись от земли Терзкой на бою грудь, И я воспалю двух метров на два на три. Но и не боит, Чтоб не велички не стучала Ужах от давления. Но и не боит, Поскольку хочется летать. И втолкнувшись от лесны В дальние страны, И я полечу сквозь небосклонно живой, И заглядевшись на нём Творник Степана Стретит в миру и полетит за мной. Так отчего же весь народ Ходит, как пьяный? Что нас вылечет, что нас свежает сна, Да просто в тучи воробьём вор и степан, Мне не весит, значит, пришла весна. И Анастасия Продолжение следует...